Ну еще можно долго же жить, может что-нибудь реализуется еще. Про мечты как раз хотел бы слово сказать. У нас однажды с Юлей разговор произошел, но это довольно давно уже было, это времен Вознесенского. И мне Юля вдруг говорит, а ты знаешь, о чем я мечтаю? Мне, конечно, стало дико интересно, потому что вообще, о чем может такая девушка мечтать? А тут это все говорилось очень как бы так с пылом и так очень как бы так даже почти интимно. А знаешь, о чем я мечтаю? Вот, я мечтаю увидеть китов. Я мечтаю увидеть китов живьем. Вот, я так подумал, а собственно, почему бы и нет? Как бы если человек, вот такой человек, как Юля, мечтает увидеть какое-то существо, то это должно быть самое крупное существо в природе и самое загадочное в сущности. Я даже потом, когда мне самому довелось увидеть китов, я мысленно передал привет. Вот, и еще вторая такая подробность, как бы для меня очень важная. Если бы я вообще не знал Юлю, допустим, как автора, у меня вызвала бы зависть, одна подробность вот изъявленной жизни, просто зависть. Это ее исход, то есть по своему исходному первоначальному образованию она биолог. Это очень круто на самом деле. Понимаете, когда творчеством, вообще поэзией занимается филолог, это как бы, ну это в принципе нормально, но это как бы такая немножко тавтология, это суп, посоленный дважды. А когда человек с биологическим образованием, и вот с такими интересами, о которых она здесь не стесняется говорить, вот, собственно говоря, там каждый второй человек бы просто побоялся бы в пафос в такой впасть, а она говорит о том, что ее жажду вызывает просто, как бы вот это вот мироздание своей такой загадочностью, вот, а вот это вообще супер. Это то, что вызывает вообще, утваивает интерес к текстам. Ну, собственно, я вот прошу прощения, что не задаю вопрос, а просто вот... Игорь, спасибо. Благодарю и поздравляю. Спасибо, спасибо, Игорь.